44-ю школу включили в муниципальную программу развития отрасли образования. На капремонт пищеблока город выделил 1 миллион 300 рублей. Самому образовательному учреждению целый век. Нынешнее же здание 1989 года постройки, и здесь это первый капитальный ремонт. Дети радуются новому обеденному залу, а вот взрослые – новому параконвектомату и пекарному шкафу. Овощной и мясной цеха здесь тоже радуют глаз. Теперь можно разнообразить школьное меню и баловать ребят не просто вкусными завтраками и обедами, но и свежей выпечкой. Работают два сотрудника ОНО «Стандарты социального питания». К ним теперь очень большие требования. Есть все необходимое оборудование для того, чтобы готовить полезно, вкусно. Хочется пожелать приятного аппетита и сказать слова благодарности главе города, который смог в нашем бюджете выделить деньги на ремонт пищеблока. Пришли на открытие обновленной столовой, и родители говорят, теперь вопрос школьного питания исключен из списка обсуждаемых. Сейчас намного лучше, просто сравнения нет. Дети наши попали в сказку. Я думаю, что полноценное питание и безопасное питание им уже гарантировано. Теперь столовая, как и положено в школах, точка притяжения для ребят, отмечают учителя. И все дело в колоссальном капремонте. От замены кафеля, плитки до потолка, подвесной потолок. Также здесь были заменены электросети. Установлена новая пожарная сигнализация. Здесь не было вытяжки, и поэтому это для меня было первоочередным. Заземление было сделано. Пища была вкусной. Сейчас, я думаю, что она еще будет вкуснее, приятнее. Здесь дети очень любят находиться. И выходить из этой столовой не хотят. На сегодняшний день в 44-й школе села Пластунка 180 учащихся. Есть у них еще одно место притяжения. Это спортзал, который сегодня также на ремонте. Поэтому здесь грядет еще один праздник – открытие обновленной спортивной площадки. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.